Гонка была насыщенная, трудная, но самое главное, мы были в графике, график был жесткий, но тем не менее мы попали, погода была шикарная, у нас снег сошел буквально вчера с этой трассы, и мы уже провели летнюю дисциплину. КОНЕЦ Чемпионат России сейчас в этом году поднялся, поэтому 37 пилотов только в национальном, и интересно, совсем другие гонки с другим драйвом. Все-таки здесь можно толкаться, здесь 6 стартов, бок о бок, тоже определенный адреналин, который немного отличается. Посмотрим, может быть, попробуем пару гонов, проедем в этот раз. Техники нет пока. В первой квалификации второе время, во второй квалификации пришлось побороться, и немного остался я сам за бортом в итоге после этой борьбы, и показал 16 результатов. Субтитры создавал DimaTorzok Давление поднимается, глаза становятся большими. Когда сам едешь, ничего страшного, когда за ребенка, за сына. Нет Тимура Тимирзианова, Мениханова, поэтому они лидирующие еще. Поэтому учиться, учиться, еще раз учиться. Но есть ребята, которые очень хорошо ездят, у них учимся. Сейчас хорошо прибавили. Вчера у меня был не очень удачный день. Меня ударили очень сильно во второй квалификации. Я приехала по общей сумме времени, последней. Поэтому стартовала со слабыми пилотами. Мне удалось вырваться вперед, в принципе, выиграть заезд. И сейчас я буду стартовать где-то выше, в серединке. Получился старт, уехал, никто не мешал, и ехал именно на результат. И в итоге второе время, буквально две десятки проиграл я Егору Савину. Сейчас будет четвертый хит, будем как бы стартовать с пятеркой сильнейших. Главное доехать, чтобы попасть в очки, набрать полу, финал, финал. Вообще гонка интересная. Огромное количество участников национальным, что не может не радовать. Красивая борьба, красивый гонку. Есть, есть порох, как говорится. Есть перспектива у людей. И вообще, в Казани всегда хорошо и интересно. С боем тяжело, повоевали, немножко наказали. Машина новая, настраиваемся пока, готовимся. Не просто, такая трасса изменчивая, то мокрая, то сухая. Вроде пыль, раз, тут же грязь, тут же асфальт. Такая, надо ловить постоянно. Очень так, интересно, динамично. Вот приехали новые, уже помятые. Вот сейчас коробка вторая передача вылетает. У нас еще больше часа времени, сейчас снимаем коробку «Алдаберса», заменим. Потому что он пока в своем классе, он топовый гонщик. Так что дома-то надо выиграть. Обогнать удалось, я думаю, что у него что-то случилось, потому что моя машина гораздо слабее, чем у него. Я хоть и участвую в классе национальном на этой же машине, а у него все-таки более мощное супер-авто. Я думаю, что у них что-то случилось, они починятся, и потом он, конечно же, должен выстрелить. Проиграл старт, это было очевидно. И после того, как проиграл старт, должен был не потерять позицию и остаться внутри, ну и, может быть, дойти до соперника еще ближе. И чуть-чуть сблизился с бортом, чуть-чуть задел, чуть-чуть буквально задел и спустил колесо. Ну и все, и потом, как бы, там вроде как по зачету, желательно доехать до финиша. И вот задачу выполнил, спокойно доехал до финиша, никому не мешал. Субтитры подогнал «Симон»! Пока все проходит хорошо, радует большое количество участников в классе национальной. Прибавка в Супер-1600. Очень плотный вчерашний день, очень плотный сегодняшний день. Более 110 стартов у нас происходит. Ралли-кросс все-таки продолжает развиваться. Зрители проявляют большой интерес. Вы видите, какой красивый праздник. Очень много детей, очень много болельщиков создаются фан-клубом. В течение этого года мы дадим еще какой-то интересный старт урали-кросс. И тем самым спортсменам помогать, болеть за них, чтобы они не только ездили по трассам российским, а также принимали участие на европейских и мировых трассах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Последние два круга ехали без гидроусилителя руля. Со стороны выглядело, как кончился мотор, но вроде нам повезло, в финал попадаем. Ребята все сделали быстро, оперативно. Поедем дальше, не дождитесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что ожидаем в финале? Конечно же, первое место ожидаем. Все готовились к этому, работали очень усердно. Вчера немножко не сложилось, незначительное столкновение, которое привело к тому, что не финишировали мы. А сегодня вроде бы складывается все хорошо, значит, 100 из 100 мы баллов сегодня заработали за сегодняшний день. Посмотрим, как сложится в финале. Соперники тоже сильные, достойные, хорошие. Ну так интереснее даже. Самый главный финал. К квалификации можно выиграть. Финал, финал, финал. А у нас в финале всегда. Вот в прошлый раз 4 квалификации выиграл. В финале ехал первым. И осталось 500 метров заглох. Датчик коленвала в том году. Умер. Доходу. И что в этом году будет? Время покажет. Надеюсь, что все будет нормально. У меня машина заглохла. И я думал, что мы на механике подошли посмотрели. Почему? Хотели снять уже меня? Я думаю, ладно, без механиков разберусь. Все сделал, выключил. Включил, завел. Обратно стал старт. Еще сильнее сосредоточился на старте, наверное, после этого. Давно не побеждал здесь. Каждый раз чего-то не хватало. Какая бы там победа ни была, это же победа. Хоть маленькая, хоть большая. Телег araбурь. Там, это же победа. Включил. А это же победил. Каждый раз deserved. Да. То есть suainté видео. Так вот стоит. Продолжение следует. Каждый раз. Субтитры создавал DimaTorzok